Всем привет! В этом простом видео для начинающих о том, как узнать частоту оперативной памяти Windows 10 8 или Windows 7, причем как частоту, на которой память актуальна сейчас прямо работает, активный профиль ее, и поддерживаемые частоты оперативной памяти. Итак, если у вас Windows 10, то есть способ вообще без всяких программ посмотреть текущую частоту памяти. Зайдите в диспетчер задач, правый клик по кнопке пуск, открываем диспетчер задач, после этого, если у вас стоит вид вот такой вот, нажимаем кнопку подробнее и переходим на вкладку производительность. На вкладке производительность выбираем память и здесь мы видим пункт скорость, это есть текущая частота памяти, на которой она сейчас работает. Это первый из вариантов только для Windows 10, также как Windows 10, так и в предыдущих версиях Windows можно ввести следующую команду, команду я укажу в описании под видео, и нажать Enter, и соответственно мы также увидим ваши планки памяти и частоты, на которых они работают, вот таким вот образом. Есть такая же команда для PowerShell, сейчас я демонстрировать не буду, ну и в общем-то закончим на этом, то что касается средств Windows мы заканчиваем. Следующий пункт это с помощью специальных программ, которые позволяют увидеть частоты и другие характеристики оперативной памяти. Самая популярная из таких программ это бесплатная утилита CPU-Z, скачать ее можно с этого сайта, ссылка будет в описании под видео, загружаем, здесь есть установщик и есть портативная версия, после соответственно загрузки и распаковки или установки запускаем нужную вам версию, я запускаю 64 бита, и переходим на вкладку memory. На вкладке memory мы увидим тип вашей памяти, работает ли она в двухканальном или в одноканальном режиме, dual соответственно двухканальный, и текущую частоту. Смотрите, если у вас память работает в двухканальном режиме, то эту частоту умножаем на 2 и получаем актуальную частоту памяти, на которой она прямо сейчас, в данный момент, работает на вашем компьютере. Также здесь дополнительная информация такая как тайминги памяти. Если мы перейдем на вкладку SPD, то здесь мы увидим частоты, которые поддерживаются вашей памятью каждым модулем по отдельности, то есть вот один модуль, вот другой, вообще характеристики памяти, производителя, модель и так далее, то есть тоже можно будет все посмотреть, то есть здесь вообще поддерживаемые профили памяти. Если вам требуется получить более детальную информацию, можно использовать программу AIDA64, многим известную, скачать ее можно с этого сайта, ссылку также дам в описании под видео, есть портативная версия, есть установщик, программа не бесплатная, но даже в бесплатной версии позволяют увидеть то, что нам требуется. Итак, скачали, установили или распаковали, запускаем программу, и в AIDA64 мы можем получить информацию о памяти в нескольких разделах. Например, если зайти в раздел системная плата SPD, то мы увидим список для каждого из модулей памяти, установленных список поддерживаемых профилей и, соответственно, частоты для каждого профиля, поддерживаемого в одноканальном режиме. А выше, в разделе скорость памяти, мы увидим текущую частоту, на которой работает память, в нашем случае в двухканальном режиме, частота 2933. Это не единственный раздел, где можно такую информацию получить. Например, если мы зайдем в компьютер разгон, то здесь у нас свойства набора микросхем, также будут тайминги памяти, характеристика памяти, ее частота, здесь чуть выше у нас будет шина памяти, тоже частота памяти в одноканальном режиме, и кроме этого вы можете зайти в сервис, далее AIDA64CPUID и здесь посмотреть текущий режим работы памяти, то есть частота памяти одного модуля вот такая, тип памяти Dual Channel, то есть в двухканальном режиме она работает, вот такая частота, соответственно эта частота умножается на 2, получается вот это для двухканального режима. И дополнительно, если вы зайдете в сервис, далее тест кэша и памяти, здесь вы можете запустить тест оперативной памяти, здесь также у вас в Memory Type и так далее отобразится частота вашей памяти, и помимо этого получится дополнительную информацию, такие как скорость чтения записи, латентность или задержка обращения к памяти, тоже информация полезная и позволяет сделать вывод о скорости работы вашей оперативной памяти. По сути, большинство программ, которые позволяют посмотреть аппаратные характеристики компьютера, имеют возможность увидеть и частоту оперативной памяти. Как правило, используются эти две утилиты, но если вам нравится что-то другое, то в общем также можно использовать. В общем-то так, на этом все, спасибо за внимание, удачи вам!